Добрый день, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Есть три вида растений, которые я не очень люблю. Нет, не совсем правильно сказала, я их люблю как любое растение, но в условиях Ленинградской области, а иногда и московской, они являются постоянным поводом для расстройства. Это форзиция, дейция и вигела. Нет ни одного садовода, который бы не проходил через эти три растения. Именно эти кустарники первыми появляются в гипермаркетах весной, упакованные в яркие красочные коробки. Их покупают все, и только единицы могут похвастаться ежегодным обильным цветением форзиции, дейции и большими пышными кустами вигелы. На этой оптимистичной ноте можно было бы поставить точку и перейти к какому-нибудь другому растению. Со снегорной, пионом или розом. Но так как география наших зрителей уже давно вышла за пределы Ленинградской области и России вообще, то пройти мимо этих растений я не могу. Начну с форзиции. Ареал европейской форзиции находится на территории Албании. Остальные виды родом из Восточной Азии. В средней полосе культивируют свисающую гибридную и яцевидную форзицию. Своё название она получила в честь Уильмама Форсайта, который первым привёз её в Европу из Китая. Форсайт – ботаник, садовод и селекционер с интересной судьбой. Если рубрика «Великих садоводов» приживётся на нашем канале, мы обязательно расскажем о нём. Но давайте вернёмся к нашей красавице. Несколько слов о том, как форзиция ведёт себя у нас в Ленинградской области. Назвать эту культуру совсем не зимующей, язык не поворачивается. Форзиция неплохо зимует, но бывают зимы, после которых она немного подмерзает. Но кустарник очень быстро восстанавливается. Более того, в Ленинградской области есть много участков, где она даже достигла трёх метров. Так чем же я недовольна, спросите вы? Сначала говорите, что кустарник не любите, а потом заявляете, что кустарник не капризный и нормально зимует. Ответ очень прост. Дело в том, что форзиция не просто цветёт на побегах прошлого года, а делает это ещё до того, как появились листья. Только-только сошёл снег и установились первые тёплые деньки, как форзиция обильно покрывается яркими жёлтыми цветами. Зрелище, надо вам сказать, фантастическое. Мне очень нравятся стриженные изгороди из форзиции. Или, если позволяет участок, то крупные пейзажные куртины. Однако полюбоваться цветением форзиции можно только в черте города. Или, если у вас тёплый безветренный участок со своим неповторимым микроклиматом. А так именно в тот момент, когда форзиция должна цвести, по закону подлости, температура понижается до минус пяти, начинается холодный северный ветер или ещё какая-нибудь напасть. И снова целый год ждём весеннего цветения. А на следующий год ситуация повторяется. И ладно бы, если бы листва была какая-то уж замысловатая. А то, прогуливаясь летом по участку и натыкаясь на большой куст, раскинувшийся на пол участка, мы в сердцах порываемся выкинуть его за ограду. Но тут же одёргиваем себя. Ах, это же форзиция. Она весной так красиво должна цвести. Такая ситуация повторяется из года в год. Если бы у всех были участки по 40-50 соток, то с этим можно было бы смириться. В конце концов, рано или поздно звёзды сложатся таким образом, что мы сможем насладиться прекрасным цветением форзиции. Но, так как участки в большинстве случаев небольшие, а хочется так много всего посадить, то форзиция оказывается в итоге за забором. К слову сказать, пестролистные сорта форзиции не то, что не цветут, но и не радуют нас даже крупными размерами. Они попросту вымерзают. Однако, если вы находитесь немного южнее или ваши зимы характеризуются большим снежным покровом, то форзиция определённо заслуживает вашего внимания. И поэтому несколько слов об уходе за этой культурой. Несмотря на то, что форзиция – это теневыносливый кустарник, для полноценного цветения ей нужно не менее 6 часов солнечного света. Форзиция, почти как и любой кустарник, предпочитает влажные, воздухопроницаемые почвы. Учтите, что болотистые участки или места, где застаивается вода, она терпеть не может. Однако, засухоустойчивой эту культуру тоже не назовёшь. Форзицию нужно регулярно поливать, чтобы земля под ней всегда была слегка влажной. Если вы живёте в регионе, где дожди редкие гости, то имеет смысл замульчировать посадки. Как бы скептически я не относилась к органическим удобрениям, но вынуждена признать, что форзиция отзывчива на органику. Ну и самое главное, форзицию нужно регулярно стричь. Формовочную стрижку мы делаем после цветения, санитарную – круглый год, а омолаживающую – до или после начала вегетации. В противном случае форзиция будет выглядеть крупным, разлапистым и слегка нелепым кустарником. Если ваша климатическая зона позволяет, то обязательно посадите форзицию у себя. И весной она украсит ваш участок своим жёлтым чудесным цветением. На этом пока всё. А в следующих выпусках мы расскажем о вегеле и дейце. До новых встреч! Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!